Жертвами прошлогоднего урагана Мария в Пуэрто-Рико могли стать 4645 человек, а не 64, как утверждали власти острова. Таковы результаты опроса, проведённого исследователями из Гарвардского университета и других научных учреждений. По их данным, большинство людей погибло в период между 20 сентября и 31 декабря 2017 года в результате прямого и косвенного влияния урагана, худшего за 90 лет стихийного бедствия для Пуэрто-Рико. Причём треть смертей произошла по причине отсутствия либо несвоевременного оказания медицинской помощи. «Весь Пуэрто-Рико 84 дня был без электричества. Более 60 дней там не было питьевой воды, что является огромной проблемой для общественного здравоохранения. И в среднем более 40 дней люди были без сотовой связи. Даже эти три обстоятельства уже дают основания для высокой смертности. Служба спасения 911 не работала не только в маленьких городах, она не работала на всём острове. С учётом этого вы поймёте, почему так много погибших». Исследователи опросили более трёх тысяч случайно выбранных местных жителей. Учёные отмечают, что в отчёте может быть большая погрешность в обе стороны. Фактически погибших могло быть 793, а могло быть и почти 8 с половиной тысяч. По их словам, отчёт подчёркивает невнимание правительства США к хрупкой инфраструктуре Пуэрто-Рико. «К сожалению, в Пуэрто-Рико были города, где не знали, куда девать привезённую воду. А были те, куда воды не привезли. В некоторых не было доступа к продовольствию. Пуэрто-Рико небольшой, и вроде бы выделенных продуктов должно было хватить всем. Но, как показало исследование, реагирование на ЧАЭС и инфраструктура в каждом городе разные». Как ожидается, новый отчёт вызовет большой резонанс, поскольку, по данным предыдущих независимых исследований, погибших в среднем было чуть больше тысячи. Пуэрто-Рико – неинкорпорированная организованная территория США. Ураган Мария обрушился на остров в сентябре 2017 года. Скорость ветра достигала 240 километров в час. Стихия нанесла острову ущерб в 90 миллиардов долларов. Многие жители впоследствии были вынуждены переехать, и регион до сих пор не восстановил экономику.